Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы — учитель Перри Стоун. За 15 лет, как мы приезжаем в Иерусалим, каждый год я, если честно, потерял счет. Нам часто приходится снимать в том же самом месте. Кто-то скажет, наверное, это повтор, я узнаю его рубашку. Шучу, я узнаю это место. Я признаюсь честно, я специально покупаю новую рубашку каждый год, чтобы вы не подумали, что это повтор программы. Прославьте Бога за мою новую рубашку, если вы этого хотите, конечно. Итак, мы находимся здесь, на святой земле, с нашими партнерами из Соединенных Штатов Америки. Мы на Храмовой горе, на вершине горы Сион. Наши партнеры сидят на ступенях у льды, названных в честь пророка. Эти ступени существовали во время Иисуса и его учеников. У меня сегодня к вам важное послание, которое сильно отличается от большинства моих посланий Святой Зимы. Дух Святой вложил это слово в мое сердце. Многие наши партнеры и те, кто имеют контакт с нашим служением, вы, мамы и папы, у вас есть дети, и вы просите, чтобы мы молились за ваших неспасенных детей, а жены просят, чтобы мы помолились за спасение их мужей. Я начал размышлять над тем, что же мешает этим людям войти в отношения Завета с Иисусом Христом. Мы будем говорить об этом сегодня. Я приведу вам несколько причин, о которых за 41 год моего служения я никогда не слышал, чтобы кто-то из пасторов говорил публично. Хочу, чтобы вы поразмышляли, возможно, именно по одной из этих причин ваш муж не идет в церковь, и у него нет такого желания, или порой ваши дети не хотят ходить в церковь, и их отговорки вам непонятны. Сначала я хотел бы прочесть вам место из книги Иова. Первая глава с 18 по 20 стих. В буре от сатаны Иов потерял всех своих детей. Вы знаете это местописание, и сейчас давайте откроем свои Библии. Еще этот говорил, приходит другой к Иову и скажет, «Сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился. Семеро сыновей и три дочери. Он потерял их в одночасье. Это ужасно. У меня есть дети, у многих из вас есть даже внуки. Пожалуйста, поднимите руки, у кого есть дети. Я задам вам вопрос. Если вы согласны, кивните. Если я попрошу вас перечислить пять пунктов, что заботит вас в жизни больше всего, то вы не скажете «работа, деньги, экономика». Для вас важнее спасение ваших детей. Не так ли? Чтобы ваши дети были в завете с Богом. Все земное приходит и уходит в вечность навсегда. Вы говорите «пастор, я из неблагополучной семьи». Вот что я вам скажу. В Библии полно неблагополучных семей. Я буду говорить прямо и без прикрас, скажу как есть. Если бы я писал Библию, то я бы точно опустил некоторые истории. К примеру, историю с Лотом и его двумя дочками. Я бы остановился на том, что они вышли из Содома. По нашим законам, его бы арестовали. При всем почтении к Лоту. Он положил начало одному из народов. А история Давида. Мы можем закрыть глаза на тот факт, что он убил Урию. Можем или нет? Конечно, нет. Однажды я спросил Бога, зачем ты поместил эту деталь в его историю? Можно же было это опустить? А история Иуда обязательно была сообщать, что после смерти жены Иуда спал со своей невесткой, которая притворилась блудницей. Все это напоминает грязный голливудский фильм. Я размышлял об этом, спрашивая, почему Бог не сказал авторам библейских книг опустить эти детали. Я молился, и Бог сказал мне, что он намеренно оставил все эти подробности, потому что знал, что люди на протяжении истории будут сталкиваться с подобными вещами. Бог хотел этим показать, что вне зависимости от того, через что они проходят, Бог может вытащить их из этой ямы. Я был потрясен его ответом. Потом я начал обращать внимание на то, какое количество негативных ситуаций в семьях мы видим в Библии. К примеру, если вернуться к Ною, не он увидел своего отца Нагим, но он проклял Ханаана, потому что его отец Хам и видел своего отца Нагим. Затем Лот и его две дочери, они напоили своего отца и переспали с ним, чтобы иметь детей. В иудейской истории говорится, что когда разрушались города, люди думали, что весь мир разрушен, и только они выжили во всем мире. Вполне возможно, именно такой логикой и пользовались дочери Лота после гибели Содома и Гамора. Также в нашем списке Исаав, который женился на женщине из другого народа, что печалило его отца и мать. Дальше в Библии мы видим, что у Иакова было двое сыновей, Симеон и Ливий, и у них была сестра, которую изнасиловали. В ответ на это Симеон и Ливий убили всех мужчин этого рода, отомстив тем самым за свою сестру, и список можно продолжать. Далее пророк Самуил. Его сыновей еще называли сыновьями Велиара, что в переводе означает «сыновья дьявола». Послушайте проблемы Давида. Если вы думаете, что у него не было проблем, только послушайте. Один из сыновей Давида изнасиловал свою сводную сестру, один из сыновей хотел отнять у него трон, и один из сыновей умер, и Давид сказал на его похоронах, «Ты умер, как глупец. Ты мог бы избежать смерти». И к тому же у Давида были проблемы с женой. Его жена насмекалась над ним за то, что он поклонялся Господу. Это Давид, которого мы знаем. И даже его сын Соломон. Его сын Раваам после смерти Соломона разделил царство, и десять колен отделились. Леж колено Иуды и Венианина остались верными. Почему я это говорю? Вы думаете, это у вас проблемы? Я повторюсь. Вы думаете, только у вас одних проблем? Поэтому, если говорить о семейных проблемах, вы должны знать, что ваша ситуация не уникальна. Размышлял я над этим. Встречал в жизни немало людей, хороших, которые горячо любят Господа, и они растили своих детей и внуков в Боге, и делали все правильно. Я размышлял над тем, почему люди, которые выросли в церкви, потом решают не ходить туда? Сначала я хочу ответить вам на этот вопрос. Я был в штате Джорджи. Я попробую поведать вам эту историю, хотя, скорее всего, это женщина уже с Господом, так как это было где-то лет 25 тому назад. Я проповедовал в церкви Джорджи, и ко мне подошла пожилая женщина. Вы знаете, как выглядит классическая бабушка? Такая себе пятидесятница. Я попробую вам описать этот классический образ. Платье ниже колен, длинные рукава, вязаный свитер. Все носили вязаные свитера и небольшая шляпка. Это была милая старушка в свои примерно 75. Она подошла, обняла меня и сказала, «Брат Перри, помнись за моих детей и внуков». Я спросил, «А сколько их у вас?» Она отвечала, что-то типа «семь детей и 15 внуков». Я сказал, «Вот это да». «Сколько вы уже знаете Господа?» Она ответила, «Я познала его в ранней юности». И потом, заплакав, она сказала, «Но никто из моих детей и внуков сейчас не ходит в церковь». Разумеется, я был вынужден задать вопрос, «А вы знаете причину?» Вот что она мне сказала. «Я хочу, чтобы это услышал каждый родитель». «Перри, когда мы росли в церкви полного Евангелия, мы были очень строгими и ничего не позволяли нашим детям. Не позволяли им заниматься спортом, думая, что это мирское. Всюду были сплошные запреты». Я помню, как я то и дело говорила своим детям, «Это нельзя, то нельзя». Но я так никогда и не научила их любить Иисусом. Они так и не влюбились в Иисуса. Я пыталась влюбить их в доктрину церкви. И когда им исполнилось 18, они сказали, «С нас довольны этих запретов». Они ушли и больше не вернулись. Она сказала, «Всюду, где ты будешь проповедовать, говори людям, чтобы воспитывать детей». Они учили их влюбляться в Иисуса. Не влюбляться в доктрину и строгое учение. Не влюбляться в движение святости, но влюбляться в Иисуса. Она сказала, «Если они влюбятся в Иисуса, они будут поступать правильно». И это правда. «Если ты любишь Иисуса, то желание твоего сердца угождать Ему». «Если ты любишь Иисуса, если ты сделал что-то, что огорчает Господа, то ты всегда внутри желаешь вернуться к Нему. Если ты – Божие дитя». Одна из причин, почему некоторые люди сегодня не в церкви, в том, что их учили, что можно, а чего делать нельзя, но не научили влюбляться в Иисуса. «Если вы будете учить своих детей и внуков тому, какой прекрасный и великий наш Иисус, как сильно Он их любит и желает, чтобы они были в Его Царстве, и пока они совсем маленькие, если вы будете учить их детской вере, то я верю, что, как сказано в Писании, «Наставь юношу в начале пути Его, и Он не отступит от Него, когда и вырастет». Это было для меня большим откровением. Итак, большой вопрос. Почему некоторые люди не хотят ходить в церковь? Дамы, будьте сейчас максимально внимательны, я буду говорить о ваших мужьях. Я узнал уникальную вещь о мужчинах. Во-первых, если вы бизнесмен или военнослужащий, то вы привыкли, что вам нужно ходить на работу в определенной одежде. Адвокат должен ходить на работу в костюме. У врачей своя форма, однако у 80% мужчин в Америке нет костюма. Поэтому, когда Билли Боб приходит на похороны, у него галстук на бекрень. Он даже не знает, как завязывать галстук. Костюм еще надевают на свадьбу. Что я хочу этим сказать? Когда я рос в церкви, мы все носили костюм с галстуком. Такая церковная культура кое-где до сих пор существует. Я ничего не имею против этой культуры, но когда у 80% мужчин нет костюма с галстуком, а они думают, что именно в таком виде нужно являться в церковь, они отказываются туда идти. У меня есть друг, пастор с севера страны. Он рассказывал мне, что в его церкви было 2000 человек. Когда он понял, что мужчины не любят ходить в костюмах, он сказал всем, что с этого дня он будет ходить в повседневной одежде, и он призвал всех одеваться опрятно, но не повседневно. И его церковь сразу выросла до 4000 человек. Потому что мужчины больше не чувствовали обязанности надевать костюм. Я не против костюмов. Если я еду проповедовать в военный городок, я хочу быть при параде. И также в бизнесе лучше быть в костюме. Я всегда спрашиваю заранее адрес коде церкви, перед тем, как ехать туда служить. Этим я выражаю им почтение. И вот что я хочу сказать. Вы готовы? Большинство мужчин не любят прикосновения. Поэтому если в церкви звучит призыв «давайте все возьмемся за руки», мужчины не любят брать за руку других мужчин. Им доставляет большую неловкость, если их просят взять за руку другого мужчину. Разве что у вас другая ориентация. Мне лично нетрудно взять брата за руку, но в основном для мужчин, кто не ходит в церковь, они не любят прикосновения или подхлопывания по плечу. Им такое не понравилось. Они боятся, что в церкви их заставят пойти на это. Поэтому они еще не спасены. Они согласны послушать с проповедника, но чтобы их не заставляли делать то, что вызовет у них неловкость. Я говорю о неспасенных мужчинах. Для вас это кажется безумием, но вы привыкли к церкви. Такие вещи для вас стали нормой. Но многие люди не любят, когда их похлопывают по спине. И они ищут отговорки, чтобы не пойти в дом Божий. Ну и, наконец, третья причина. Я хотел бы, чтобы кто-то из неспасенных мужчин написал мне. Пэрри, аминь. Мужчины не любят ходить в костюм. Неспасенные мужчины не любят этого, но спасенные мужчины вполне свободно пожимают руки друг к другу. Наконец, третья причина. И мужчины, и женщины боятся вступить на порог церкви, потому что там их могут осудить за их внешний вид. Есть церкви, и это их личное дело, но они на основании Писания проповедуют против татуировок на теле. Но как в вашей церкви появится байкер на Харлее, если вы проповедуете против тату? У меня есть о чем проповедовать, чем тратить время на запреты татуировок. И не нужно мне писать письма с местами Писания, потому что мой Бог есть Бог и байкеров, и тех, у кого вся кожа покрыта татуировками. Он наполняет их Духом Святым и Огнем Божиим. Что я хочу этим сказать? Мы никогда не должны судить о человеке по его или ее внешности. Я помню, как был в Алабаме, было четыре недели пробуждения. Это были 80-е годы. Много лет назад мы пригласили в церковь юную девушку, и она сказала, что не сможет прийти, так как у нее нет платья. Мы сказали, а платье не обязательно? Она ответила, о, в этой церкви тебя не примут, если ты в брюках. Она хотела прийти в церковь, но у нее не было подходящей одежды. И она решила, что ее там не примут. Послушайте, друзья, это ужасно. Мы находимся на месте, где стоял храм. И вход в святое святых разделяло завесы. Когда Иисус умер, завеса в храме разорвалась, открыв доступ всем людям в Божие присутствие. Бог разорвал эту завесу, чтобы всякий сомневающийся, всякий грешник, всякий человек мог войти к Богу и услышать Его Слово. Я хочу поделиться с вами тем, что, возможно, вы никогда раньше не слышали. Есть люди, которым не нравятся толпы людей, поэтому они предпочитают ходить в какую-то маленькую церковь, где нет такой толпы людей. Кто-то не любит громкий звук и говорит, что это действует им на нервы. Кто-то скажет, они просто ищут себе оправдание. Я тоже раньше относился к их словам как к отговоркам. Но вот что я выяснил. Довольно любопытная статистика. Один из 116 человек имеет ту или иную форму аутизма. Есть такие формы аутизма, как у одного ребенка в нашей церкви. Думаю, Майк не будет против, если я это скажу. Ему приходится носить наушники, потому что он более чувствителен к звукам, чем мы. У нас с сыном тоже форма аутизма. Мой сын не любит быть в толпе людей. Если он вас знает, его рот не будет закрываться. Он очень веселый и забавный. Но если он вас не знает, и вы к нему подойдете, он ответит вам очень коротко. Если он зайдет в комнату, где за столом сидит множество народа, то он пойдет и сядет сам где-то в углу. Я и сам такой. У нас с ним схожая форма аутизма. Так к чему я все это говорю? Все люди разные. Если один из 116 человек страдает аутизмом, то толпы или громкий звук у таких людей может вызывать дискомфорт. На кого-то могут влиять даже запах. И мы думаем, какие они все-таки странные. Почему они так себя ведут? Пожалуйста, поймите. Я знаю, что родители таких детей благодарят меня сейчас. Ведь люди смотрят на их детей и думают, что те просто притворяются. Но нет, это не так. Я хорошо знаю и понимаю этих детей. Я сам проходил через подобные вещи. Если вы родители, и ваш ребенок говорит, «Я не хочу идти в церковь из-за толпы», не думайте, что через него говорит дьявол, или что они просто относятся к церкви несерьезно. Я говорил детям с аутизмом. Я знаю, вам не нравится сидеть впереди. Вы можете сесть где-то сзади, где звук потише. Садитесь там, где вам удобно. Не нравится разговаривать с людьми? Приходите, когда служение началось, и уходите в конце служения. Но вы должны слышать Слово Божие. Не позволяйте врагу использовать ваш аутизм, чтобы вы чувствовали себя неловко в присутствии людей. И также есть мужчины, у которых просто не диагностировали аутизм. И ваша жена говорит вам, «Я хочу, чтобы ты познакомился с пятью семейными парами». Вы говорите, «Я вообще не хочу ни с кем разговаривать и ни с кем знакомиться». И вы находите отговорки, чтобы вообще не пойти в церковь. Если у вас такой член семьи, убедите его, что вы войдете в начале служения и выйдете в конце служения, но только чтобы они пришли и послушали Слово. Есть мужчины, и я ожидаю отзывов от мужчин и женщин, которые смотрят нашу программу. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай. Но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня он. Поэтому не позволяйте врагу использовать тот факт, что вы боитесь, что вас кто-то осудит, или у вас нет подходящей одежды. И если у вас та или иная форма аутизма, пусть это вас не остановит. У нас в церкви по вторникам проходит служение по вечерам. Каждый раз нас мощно посещает Дух Святой. И в задней части зала мы выдаем людям беруши. Для всех, кому слишком громко, мы предлагаем беруши. У нас в церкви есть женщина, которая уже почти 90 лет. Она любит стоять в первом ряду в берушах. Она хлопает и поклоняется наравне со всем. Я могу понять всех, у кого могут быть претензии ко звуку. Если зал не переполнен, то может быть немножко громковато. Но для таких случаев у нас есть для вас беруши. Мы заботимся о том, чтобы людям в церкви было максимально удобно, и чтобы враг не смог найти варианты удержать их от того, чтобы человек поклонялся Богу. Нет ничего плохого в том, что мы думаем о людях и их нуждах, и стремимся сделать то, что зависит от нас. Лишь бы только они могли быть с нами, быть в царстве, родиться свыше, мы не хотим оказаться однажды на небесах, не захватив их с собой. Много лет назад мой друг написал песню, вдохновленную откровением от Бога. Песня звучала так «Небеса будут не те, если там не будет тебя. Без вас небеса будут уже не те. Ваши дети, ваша жена и вы должны быть на небесах. Ваши мамы с папой будут там, и вы должны быть там. Там будут ваши бабушки и дедушки. Там должны оказаться и вы». Я чувствую, что сказал сегодня достаточно, чтобы вдохновить всех вас. И так повторюсь, одна из причин, почему некоторые люди сегодня не в церкви, в том, что их учили, что можно, что нельзя делать, но их так и не научили влюбляться в Иисуса. Если вы будете учить своих детей и внуков тому, какой прекрасный и великий наш Иисус, как сильно Он их любит и желает, чтобы они были в Его Царстве, тогда они будут с Богом. Пусть Бог благословит вас. Найдите для себя хорошую церковь, Дом Божий. Приезжайте во вторник вечером к нам в Омега Центр Интернешнл, если живете недалеко от нас. Ну а через пару минут я расскажу вам, какие мероприятия нас ожидают. Это Пэри Стоун. Я написал книгу, которая, возможно, является самой сильной книгой о духовной войне за всю историю моего служения. Она называется «Пища для демонов». День за днем я просыпался в три утра, будучи в городе Тверия, что находится в Израиле, рядом с Галилейским морем. Господь положил мне на сердце написать здесь эту книгу, и я бы хотел, чтобы вы прочитали ее. Она не о величии демонов, а о том, как верующие могут открывать и закрывать двери перед злыми духами. Я расскажу вам, как связаны разные духи с депрессией и подавленностью. Расскажу, как победить духа немощи, который в переводе с греческого значит «дух слабости». Что насчет постоянной борьбы и бесконечных покаяний в одном грехе? Вы снова говорите Богу «я больше так не буду». Но перестать вам не под силу. Возможно ли, что дело в духовном демоническом влиянии? Мой ответ – да. Что насчет детей, которых атакуют различные духи? Дух болезни. Я расскажу вам о том, как изгонять нечистых духов из людей. Расскажу вам о трех уроках, которые я выучил во время своих битв. Моя новая книга состоит из десяти глав. Покупая ее, вы получаете в подарок диск «Музыка ангелов». Ведущий инструмент на этом альбоме – арфа. Девять песен помогут вам обновиться и расслабиться. Когда ваши силы на исходе, когда ваше сердце не на месте, послушайте эту музыку. Она поднимет ваш дух, потому что в Ветхом Завете именно звуки арфы принесли освобождение царю Саулу. Моя новая книга «Пища для демонов» и диск «Музыка ангелов» доступны прямо сейчас за ваше пожертвование в размере 30 долларов или больше. Номер заказа – FED128. Заходите на сайт Peristone или позвоните по номеру 18821 или свяжитесь с нами напрямую. Не забудьте номер заказа – FED128. Назовите этот номер по телефону или напишите мне на почту. Скажу еще раз, эта книга является самой помазанной книгой на тему духовной войны в моем служении. Бог открыл мне слово, и я хочу поделиться им с вами. С нетерпением ждем ваших писем. Это была еще одна программа из Израиля. Спасибо, что смотрите нашу программу. Я хочу рассказать вам о программе «Манафест». Некоторые люди даже не знали о нашем существовании. Мы получаем отзывы от людей, которые только недавно начали нас смотреть. Мы на телевидении уже 17 лет, или даже 18. Поэтому, пожалуйста, говорите о нашей программе своим друзьям. Посмотрите на экран. Я хочу рассказать, куда мы отправимся служить. У нас будет большая конференция в городе Гамильтон, штат Аргайя. С 4 по 6 мая в Церкви Божией Принстон-Пайк. 16 мая всего одно служение в семейном христианском центре в Манстере, штат Индиана. И затем мы будем в Брэнсоне, штат Миссури, в Церкви Веры и Мудрости. Мы будем там с пятницы, по воскресенье. С 25 мая мы послужим в городе Моаме, штат Огайо. С 1 по 3 июня мы в Церкви Искупления в Ноксвиле. С 13 июня мы будем в Южной Каролине. Друзья, вы можете зайти на мой сайт и посмотреть весь график моих служений. Мы будем очень рады видеть вас на наших выездных служениях. Многие из вас слышали о том, что у нас будет проходить международный пророческий саммит. Регистрация на него уже закрыта. Мест больше нет, к сожалению. Несколько лет назад мы построили большое здание для таких мероприятий. Омега-центр Интернашнл вмещает 6 тысяч человек. Мы не знали, что уже через 4 года мы будем проводить такие служения, когда зал будет переполнен и забиты даже балконы. Мы воздаем за это славу Богу. Я так рад видеть, что многие люди приезжают с огромной жаждой побои. Его Слову и Его Духу. Однажды моя жена Пэм спросила меня, «Перри, кто мы? Поместные пасторы, странствующие евангелисты или пророческие проповедники?» «Ты проповедуешь на конференциях, и там 8 тысяч молодых людей». На что я ответил, «Мы все вышеперечисленные и для всех, чтобы спасти хотя бы некоторых». Так писал Павел. «Для всех я был и стал всем для того, чтобы спасти некоторых». Спасибо, что смотрите нашу программу. Не забудьте зайти на нашу страницу в Фейсбуке. До скорой встречи. Я хочу, чтобы вы вместе с моей семьей попали на празднование моего 60-летия, которое будет проходить на море на новейшем норвежском круизном судне. Это будет круиз по Аляске, который продлится с 23 по 30 июня 2019 года. За всей подробной информацией обращайтесь на сайт «Перри Стоун». Посмотрите, куда мы поплывем. Забронируйте билеты на наш круиз, чтобы попасть на все собрания, на которых я буду проповедовать в этих краях. Вы познакомитесь лично со мной и Пэм. «Перри Стоун» приглашает вас присоединиться к нему в туре по Израилю с 19 по 28 ноября с возможностью посетить город Петра в Иордании. Звоните нам по номеру, указанному на экране, или заходите на наш веб-сайт, чтобы узнать дополнительную информацию. Количество мест ограничено, поэтому звоните сегодня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова